Месяц не дрочабарь в самом разгаре, и это значит, что нехреново бы выпустить видос из серии Изя Раз, то есть Изя Разоблачитель всякой херни. На самом деле этот видос должен был выйти еще в прошлом ноябре, но поскольку Изя Сулупок, может быть хоть в этом ноябре я успею его сделать. Соответственно, повествование будет несколько рваным и сумбурным, потому что на эту тему я уже делал другой видос. Очень рекомендую сначала его посмотреть, а потом уже смотреть этот, потому что я постараюсь не повторяться. Ну в общем, расчехляй дрочила и поехали. Соответственно, не дрочабарь. Как тут верно подметили знатоки, челлендж называется No Nut November, чтобы было созвучно со словом ноябрь. Nut или nuts — это орешки, то есть ядра чистый изумруд, а to not по конверсии в английском языке становится глаголом «кончить». Соответственно, to not in somebody — это в кого-то кончить. Это месяц, когда отдельные представители мужского, как правило, пола отказываются от дрочки с целью снизить свою зависимость от самой дрочки, от просмотра порнухи, а также неким каким-то, ну полумифическим образом высвободить некоторую энергию, которая до этого у них тратилась на вот этот вот процесс, и использовать ее с большей пользой. То есть это такая сублимация. Многие утверждают, что вместо того, чтобы фонтанировать малафьей, они стали сбрызгивать креативом, или у них поперли прям какие-то спортивные достижения и так далее. Ну что ж, посмотрим. Отдельные, кстати, представители этих недодрочеров снимали опровержение моего видоса, где хвастались, какие положительные метаморфозы с ними произошли после того, как они перестали, так сказать, теребонькать. Забавно, что все эти недодрочеры считают, что вот когда у них вдруг появится девушка, то тут-то уж они, конечно, выступят по высшему разряду. Ну хорошо, даже если эта самая девушка появится, а если при этом дело будет не в писю, а там, я не знаю, в ротик или в попу, или если у него появится не девушка, а, скажем, юноша. С этой точки зрения, кстати, есть интересный логический парадокс. Большинство моралфагов и основные мировые религии определяют секс как введение члена в вагину с целью продолжения рода и все. Получается, что введение члена не для продолжения рода, а для удовольствия, или, скажем, введение члена женщине в другие отверстия, или мужчине в другие отверстия, или интимное общение двух женщин, или анонизм, или любые другие извращения от зоофилии до некрофилии, которые в принципе не могут привести к продолжению рода, с точки зрения морали основных религий, не секс. Получается, что аноносекс или там гомосексуальный секс с точки зрения данного определения религиями невозможен и не существует. То есть это не секс. А поскольку ни гомосексуализм, ни анонизм не являются сексом, получается, что анонисты и гомосексуалисты самые ярые приверженцы воздержания, каких еще поискать надо. Задумайся об этом. Впрочем, моралфажество и религанутость с логикой не соприкасаются никак. Но даже в этом случае можно парировать их выкрики о том, что анонизм или гомосексуализм это против природы, хотя наука уже давно доказала и показала, что у животных и того, и другого сколько хочешь. Значит, это вполне естественно. Так вот, хождение по воде или там превращение воды в вино тоже против природы. Однако с точки зрения религии воспринимается как чудо. Раз все, что против природы это чудо, значит гей-секс это тоже чудесно. Потому что против природы. Ладно, возвращаемся к дрочке. Дрочка, она ведь чем хороша? Она, возможно, сразу, по первому твоему желанию, в любое удобное тебе время, в любом месте дело сделано. Раз-раз и в сторону. Раз-раз и в сторону. И продолжай заниматься своими созидательными делами, строй свое будущее. Чего не скажешь о партнерах. На весь этот поиск самки тратится целая куча сил. Не говоря уж о денежных средствах, которые до этого еще заработать надо. Ну или у мамки попросить. Потом разводка эта бесконечная. Ну, конечно, если мы не говорим о шалавах в сортирах кабаков. И в целом, коэтус это... Ну сколько там у тебя? Две. Ну ладно, уговорил. Пусть будет три минуты. И то не каждый день. Потому что не каждый день дадут. Да и каждый день, честно говоря, не прикольно. Перерывы надо, чтобы накопилось и зажило кое-чего. И все это время ты будешь отвлекаться на идиотские выгуливания этих баб. На все эти шоппинги, развлекалочки и прочую типа советскую жизнь. А также на мозгоевство и бесконечное... Либо потакание ее идиотским позывом. Причем даже если баба не тупая пизда, это все равно особо проблему не решает. Либо поиск компромиссов, либо на ссоры. Не, ну реально, я в свое время, когда был ходоком, и глядя на нынешних знакомых, которые разбежались после длительных отношений, и тут же пустились во все тяжкие, у них на вот это вот все, на вот это вот отца Санту Барбару, уходит все время и все силы. Из-за этого бесконечного поиска и, так сказать, интерактива с самками, по пизде идет абсолютно все остальное. И учеба, и работа, и бизнес, и свои какие-то проекты, и даже свои хобби, и развлечения. Потому что на это уже сил нет. Еще раз говорю, не из-за дрочки на это все сил нет, а из-за отношений с реальными партнершами. Но при этом апологеты-антидрочки утверждают, что после того, как дрочить они перестали, они прям горы свернули. То есть они и не дрочат, и с бабами не того это самого. И, скорее всего, с бабами они вообще никогда на самом деле. Тебе реально нужны советы от девственников-неудачников. Ну, не знаю, может быть, они сторонники торадиционных отношений и ждут брака. То есть вот в браке-то они уж точно... Ого-го-го-го! Ну, в принципе, в торадиционной модели брачный союз подразумевает как бы в том числе передачу прав на свое тело своему партнеру. То есть ему или ей ты отдаешь власть над своим телом и получаешь как бы власть над его или ее. То есть получается, что муж и жена в браке не имеют права отказать друг другу в сексе. Да, конечно, все должно быть по согласию, но если нет причин, по которым секс вот прямо сейчас между вами невозможен или там крайне неприятен, согласие необходимо дать, даже если ты не хочешь. Вернее, это самое согласие вы уже давным-давно дали, когда в соответствующий момент отвечали «да». И, кстати говоря, работает это в обе стороны. В сексе не имеет права отказывать ни фригидная жена, ни муж импотент. Так, вроде доебали мою особо музыкальную соседку за стеной, можно продолжать. О чем там я? А, про дрочку. Так вот, есть интересное исследование. Например, шимпанзе. Это, наверное, наиболее близкий к человеку примат по поведению. Так вот, в дикой природе шимпанзе не дрочат. А вот когда их содержат в заперти, то дрочат вовсю. Даже я видел в зоопарках, а в зоопарке я за всю жизнь был, наверное, раз пять максимум. Потому что в реальной жизни, то есть в дикой природе, самец-шимпанзе занят доминированием и решением проблем. А в заперти в силу мозговитости, шимпанзе понимает, что что бы он ни делал, все тщетно. Пышься, не пышься, а от тебя ничего не зависит. Ничего, кстати, не напоминает? Я ж не зря сказал, что шимпанзе это наиболее близкий к человеку примат. Так вот, в дикой природе обезьяна заебывалась и уставала. И ей было не до размножения. Особенно если самки нет под рукой. То че заморачиваться-то? Так вот, перекладывая это на человека, наверное, и лет сто назад тоже было не до дрочки. Но сейчас физически ты устаешь гораздо меньше. Еду мы не добываем в лесах и полях, а покупаем в магазинах. А большую часть дня сидим на жопе или лежим. Соответственно, если самки нет, че б не подрочить. Вторым примером является армия. Считается, что для того, чтобы снизить либидо у солдатиков, их кормят бромом. Нет никакого брома. Задача комбата, чтобы ты, салага, заебался так, чтобы тебе было уж точно не до дрочки. И действительно, после марш-броска и строевой подготовки хочется упасть и уснуть. А вот если у солдафона таки появляется свободное время, силы по молодости быстро восстанавливаются, и начинается беготня, например, по окрестным бабам, которые частенько кучкуются в районе расположения всяких разных военных частей. Поэтому задача командования, чтобы солдат не делал-дел, а заебался. Но 100% времени личный состав чем-то полезным загружать сложно. Поэтому начинается вся вот эта вот покраска травы и рытье траншей. То есть дрочка – это все от безделья. Не, не то чтобы дрочка плоха. Наоборот, в дрочке куча плюсов, особенно для баб. Потому что многие женщины знают о своем теле так мало, что они не в состоянии объяснить мужчине, как им нравится и что вообще нужно делать, чтобы она получила удовольствие. А если она дрочить не будет, то она так и не узнает. И на самом деле нет ничего хуже, чем будучи в браке и имея под боком теплую жену, быть вынужденным дрочить. Ну или имея под боком мужика шликать. Только лишь потому, что один из партнеров решил отправиться на заслуженный половой покой. Так что анонизм на самом деле нежелателен только в одном случае и совершенно не по той причине, которую рассказывают в распространенных мифах. Анонизм снижает либидо, которое человек мог бы направить в дело. Но иногда это даже помогает. Потому что если вдруг ты что-то собрался пообещать бабе, то предварительно подрочи. А потом подрочи еще раз. И вот если после этого тебе еще хочется что-то ей обещать, обещай. Не, ну вообще в целом, из меня из одного что ли после хорошей ебли или дрочки креатив так и прет. То есть отбросив вот этот вот раздражающий фактор и получив удовлетворение, можно наконец-то хотя бы на какое-то время заняться пользительными делами. А в случае длительного солибата я наоборот становлюсь уныл и хандрю. Но впрочем об этом я уже делал видос, но дело это благодатное, заниматься им нужно почаще. Так что для этого очередного видоса про дрочку я не поленился и сходил в местную избу-дрочильню. Это лаборатория, которая относится к платной клинике, где оказывают весьма дорогостоящие услуги. И соответственно там висит памятка о правильном сборе эякулята для целей спермограммы. То есть для выяснения, все ли у тебя нормально со спермой или нет. То есть это памятка, которая написана врачами на основе медицинских данных, а не придумана всякими уебками из интернетов. Самое забавное здесь, что за несколько дней перед сдачей эякулята нужно исключить физические нагрузки. То есть все эти твои турнички в пизду. И баню, кстати говоря, потому что высокая температура убивает сперматозоиды и негативно сказывается на спермогенезе. Именно поэтому яйца у тебя отделены от тела, чтобы они лучше охлаждались. И самое главное здесь, не допускается сдача спермы для целей выяснения, живая ли у тебя сперма, если с момента последней эякуляции прошло больше 7 дней. То есть это означает, что если не кончать, и неважно каким способом, одному или там с партнером, то за 7 дней сперма протухает полностью. Чтобы сдать анализ, дрочат, потом выжидают нужное количество дней, ну как правило 3, или максимум 4, и идут сдавать сперму заново. То есть с медицинской точки зрения рекомендуется сбрызгивать раз в 3-4 дня. Каждые 3-4 дня. А не по месяцу, блять, не дрочить. Я прям представляю доктора в этой клинике. Ууу, больше 7 дней воздерживаетесь. Ну, голубчик, придется передрочить. К несомненным плюсам мастурбации относится то, что она позволяет достичь оргазма людям, которые, допустим, по состоянию здоровья не могут достичь оргазма другим путем. То же самое относится к людям, которые из-за каких-то анатомических, например, особенностей, не могут достичь оргазма в процессе полового акта. Кроме того, оргазм, любой, как от дрочки, так и от секса, высвобождает такие гормоны, как допамин и окситоцин, что повышает настроение. И, кстати говоря, правильно выбирая время мастурбации, ты можешь помочь себе заниматься не очень приятными вещами и получать от них удовольствие. Например, от учебы или от занятий спортом. Не говоря уж о том, что мастурбация хорошо борется со стрессом и чувством тревожности. Кроме того, согласно исследованиям, мастурбация улучшает состояние иммунной системы. Что же касается конкретно мужчин, согласно опять-таки исследованиям, любая регулярная эякуляция снижает риск возникновения рака простаты, особенно у мужчин более старшего возраста. Кроме того, регулярное возникновение эрекции помогает лучше работать всей твоей эректильной функции, чтобы она не превратилась в эректильную дисфункцию. Конечно же, эрекции достаточно легко достичь во время обычного секса, но секс с партнершей или с партнером далеко не всегда возможен, особенно если речь идет о подростках, либо наоборот о лицах более старшего возраста, либо о мужчинах, которые по долгу службы, например, или работы вынуждены длительное время обходиться без баб. Ну то есть всякие геологи, моряки, военные и так далее. Это же, к сожалению, справедливо и для недавно появившихся профессий, например, таких как профессиональный геймер. Соответственно, в ситуации такой вот длительной командировки самовозбуждение является единственным способом достичь этой самой эрекции и не хуевенько бы еще и эякуляции достичь. Как только ты перестаешь пользоваться любой системой организма, организм считает, что она тебе больше не нужна, эта система начинает деградировать и атрофироваться. Яркий пример это космонавты. Дело в том, что поскольку они длительное время находятся в невесомости и жесткость костей в таких условиях не нужна. Соответственно, организм начинает заниматься тем, что вымывает кальций из костей, из-за чего они становятся хрупкими. Не говоря уж об атрофии мышц, что, конечно, в условиях космической станции пытаются как-то восполнить с помощью всяких разных тренажеров, но тем не менее после длительного пребывания в космосе физически организм становится гораздо слабее именно из-за того, что в условиях невесомости многими функциями этого самого организма просто не нужно пользоваться. Тупо потому, что в невесомости предметы ничего не весят. Так что, если за недрочебрем ты следишь не по приколу, а действительно соблюдаешь воздержание, то единственное, чего ты добьешься, это ухудшение твоего здоровья и психоэмоционального состояния. Соответственно, в следующий раз, когда мамка внезапно ворвется в твою комнату и увидит, что ты дернулся и лупишься в абсолютно пустой рабочий стол твоего компьютера, на котором ничего не открыто, и при этом начнет что-то там верещать про то, что ты ослепнешь, про то, что на ладонях вырастут волосы, или в особо терминальной стадии что-то там про бога, который тебя покарает, можешь ей привести вот эти вот научные аргументы и тут же достать дрочила. Нечего этого стесняться. Я Блок Ютуба. Лайк, подписка и патроны.